Распродажа в магазине Элма. Цены от 5 рублей. Ждем вас. Брест, торговый центр, галерея Грант, первый этаж. В эфире итоговый выпуск программы BookInform. Я, Павел Белявский, корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Что интересного нового произошло в городе Бресте. Коротко о главных событиях. О родной земле и людях. В Бресте были названы обладатели литературной премии имени Владимира Андреевича Колесника. Благоустройство – задача не только коммунальников, но и всех других организаций. Итоги конкурса – цветы родному городу подвели в областном центре. Мои года – мое богатство. Обзор праздничных мероприятий, приуроченных ко дню пожилого человека в областном центре. Самые яркие страницы летописи торжества от наших корреспондентов. Об этих событиях прямо сейчас. В Бресте были названы обладатели литературной премии имени Владимира Андреевича Колесника. Раз в два года такого почетного титула удостаиваются авторы, чьи произведения внесли особый вклад в развитие белорусской культуры и искусства. Место проведения церемоний в 2017-м было выбрано не случайно. Награждение прошло в стенах Брестского государственного университета имени Пушкина, где несколько десятилетий преподавал Владимир Колесник. Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Литературная премия имени Владимира Андреевича Колесника была учреждена областным исполнительным комитетом. Раз в два года совет, в состав которого входят представители вертикали власти, писатели, руководители литературных объединений, определяют тех, кто своим творчеством внес вклад в развитие современной белорусской литературы. Учитывая то, что мы суверенная страна, любая суверенная страна имеет свой язык. У нас два языка, это белорусский и русский, они равноценны. Мы тут не делим, какой важнее, какой не важнее. Поэтому, естественно, что популяризация родного языка, признание языка, признание и оценка тех людей, которые пишут на этом языке произведения свои, талантливые произведения. Это, в общем-то, есть часть государственной политики в плане поддержки талантливых людей, в плане поддержки того же языка. Поэтому для нас, естественно, что это очень важно. Поэтому 10 лет назад была установлена эта премия. В 2017-м в почетном списке пять заветных фамилий. Это жители разных районов области, каждый из которых уверен. Через литературу читателю открывается удивительный духовный мир людей Брестского региона, о некоторых особенностях которого многие даже не догадываются. Например, Федор Саевич в своей книге рассказал о жителях Беловежской пущи. Книга о Беловежской пущи, о самом лесе, о длительных животных и о пущерах, конечно. Конечно, ведь в каждой профессии есть замечательные люди, можно сказать, герои. Но о них тоже повисуется в этой книге. Среди авторов, как опытные литераторы, так и молодые поэты и писатели. Алена Гневушева в свои 20 с небольшим девушка-успешный журналист областной газеты «Заря» и автор детской книги «Приключения» и «Замок тайн». С типографских станков она сошла еще в 2012-м и сразу нашла своих юных читателей. Написана мной еще в годы школьные, в 10-м классе. Она отражает, наверное, меня в то время, и поэтому, я думаю, так полюбилась подросткам. Она о двух девочках-близняшках, которые попадают в волшебный мир и там расследуют приключения. Премия имени Владимира Колесника – престижная награда для каждого автора. Она бесспорно станет очередной ступенькой на большом творческом пути. А, как известно, чем дальше, тем интереснее. Анастасия Настерин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ». Вы смотрите итоги недели на «Бук-ТВ». Продолжаем говорить о важном и актуальном. Традиционно в первое воскресенье октября в Беларуси отмечается День Учителя. У этого профессионального праздника большая и очень интересная история, которая может быть сопоставима с такими же насыщенными буднями педагогов. Эта профессия – одна из немногих, с которой в какой-то мере сталкивался каждый из нас. В преддверии праздника в городе над «Буком» для самых активных, целеустремленных и, конечно же, талантливых учителей прошел большой концерт. Анастасия Настерин, Плотницкая, с подробностями. На один день Дворец культуры профсоюзов стал той заветной площадкой, на которой встретились лучшие педагоги учреждений образования города. В преддверии праздника в адрес учителей звучали слова благодарности и признательности. Ведь именно на них ложится большая ответственность – воспитывать и обучать будущее нашей страны – молодежь. Это та категория людей, которая на сегодняшний день является, на мой взгляд, локомотивом развития нашего города. Потому что благодаря вам, прежде всего преподавателям, у нас в городе есть те успехи, которыми мы гордимся. Есть люди, есть ребята, которые ведут наш город Брест вперед. Сегодня система подготовки педагогов – это завершенный механизм, который имеет в себе несколько составляющих. Профессиональную мотивацию у юношей и девушек развивают со школьной скамьи. В старших классах отдельных учреждений образования ребятам предлагается выбрать педагогический профиль, где на факультативной основе, кроме основных предметов, изучаются психология и педагогика. Продолжается подготовка кадров в стенах вузов – бакалавриат, магистратура, аспирантура. Таким образом, пройдя большой образовательный путь, постоянно развиваясь и совершенствуясь, педагог формируется как личность и как наставник, который знает, чего хочет и может научить этому других. Как институт закончила, пришла в дошкольный мир, вот так до сих пор там нахожусь. Единственное, что сменила систему дошкольного образования на систему специального дошкольного образования. Из 2000 года работаю специально в детском саду для детей с нарушениями речи. Работа нравится, как-то вот прижилась по душе, есть отдача, поэтому работаю. Я сама родилась в семье педагога, у меня мама учитель тоже. Я как-то с детства была погружена в эту всю атмосферу и уже достаточно в зрелом возрасте знала, куда я пойду учиться и какую профессию я выберу. Разработка учебно-методических пособий, профилизация обучения, совершенствование педагогических приемов обучения. Все эти задачи являются приоритетными в системе образования Беларуси до 2019 года. И от того, насколько качественно будет работать каждый педагог, зависит, насколько современной и востребованной будет модель белорусской школы. Учителя у нас высококвалифицированные, более 72% из них с первой и высшей категории, что в принципе соответствует областным показателям. Мы работаем над тем постоянно, чтобы учителя повышали свою квалификацию. В рамках праздника свои заслуженные награды получили наиболее опытные и талантливые педагоги города. Каждый из них вносит свой вклад в развитие брестской молодежи. А это не только образование. Миссия учителя многогранна. Он наставник, который своим примером показывает, как справляться с трудностями. Он психолог, который может найти ключик к сердцу любого ребенка. Он друг, с которым можно обсудить проблемы. Для брестских учителей это не инструкция, это образ жизни. Работаю очень давно, своей профессией горжусь. Наверное, самая главная в нашей профессии – это любовь к детям, которую и я, и весь теперь наш коллектив 35-й школы пытается донести до детей, до родителей. Потому что, когда мы сотрудничаем с родителями, это очень важно. И если все участники образовательного процесса идут в одном направлении, конечно же, будет результат. И такой результат есть у меня. Сегодня я награждена грамотой Министерства образования. Поэтому я очень горда, что представляю свою школу, родную 35-ю. Вот поэтому... И весь коллектив у нас замечательный. Поэтому я поздравляю всех из своих сотрудников и весь педагогический коллектив с замечательным праздником. Хочу пожелать им всем крепкого здоровья, вдохновения, терпения. Потому что в нашей профессии терпение нужно. Анастасия Ноздрин, Плотнецкая, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Не воспитывайте ребенка. Воспитывайте себя. Дети всегда берут пример с родителей, а еще с педагогов. Потому что школа – это второй дом. Именно учитель, его личностные и профессиональные качества закладывают в ребенка главный фундамент его жизни – нравственные приоритеты и тягу к знаниям. Быть хорошим учителем сложно, но можно. Главное – любить свое дело и детей, которым ты решил посвятить свою жизнь. В канун Дня Учителя наш корреспондент Ирина Ольшова пообщалась с наставником, который считает, что личный пример – главная мотивация для учащегося. Знакомьтесь, педагог по физической культуре Сергей Незавец. Как педагог он очень замечательный человек. Человек он хороший, и педагог он замечательный. Как учитель я могу сказать, что он замечательный. И как педагог тоже он всегда хорошо преподает. Он всегда помогает нам, всегда объясняет нам все, что нам непонятно. И да, в общем, как педагог, как учитель он прекрасный. Сергей Геннадьевич как педагог, он профессиональный учитель. То есть, как я знаю, он раньше преподавал в Манеже моему велопатлетику. Он востребовательный, но в этом же он специалист своего дела. И я его уважаю как учителем. Свою судьбу Сергей Незавец выбрал еще школьником. Придя в легкоатлетическую секцию, он твердо решил стать спортсменом. Уже в девятом классе поступил в Республиканское училище Олимпийского резерва. Вот только судьба распорядилась иначе. Я входил в резервный состав сборной Республики по легкой атлетике. Но, скажем так, ввиду того, что случилась со мной травма колена, дальнейшие занятия были уже остановлены. Потому как бы пришлось перейти на тренерскую работу. Изначально я после завершения академии сразу же работал в спортивной школе. То есть, не в общеобразовательной. То есть, я пошел работать тренером. Два года Сергей Незавец тренировал юных легкоатлетов в Каменецкой с Дюшор Пуща. Потом довольно успешно учительствовал в средней школе в поселке Беловежский. Три года назад судьба вновь вмешалась в жизнь нашего героя. Талантливого педагога пригласили возглавить физическое воспитание в новой брестской школе номер один. Больше душа лежит, конечно, в тренерской работе. Почему? Потому что сам занимался с детства. И, скажем, весь путь этот прошел. И потому я знаю, как детей, чему научить, как научить, что с ними лучше сделать. В школе, где преподает Сергей Геннадьевич, отношению к спорту особое. Он возглавляет физическое воспитание в учреждении образования. И руководит девятью учителями физкультуры. А еще проводит уроки для старшеклассников. На личном примере показывая не только отношение к спорту, но и хорошие физические возможности. Личный пример не только педагога, но и взрослого человека всегда важен. Почему? Потому что дети равняются на взрослых и очень часто подражают им. И если этот пример положительный и вызывает положительные эмоции, значит и дети будут делать все очень хорошо и с желанием. Видеть огонек в глазах своих учеников наставнику не впервой. Три года назад его инициативу организовать в школе круглогодичную спартакеду поддержало руководство. Теперь в увлекательных соревнованиях принимают участие практически все учащиеся и их родители. Требить любовь к спорту нужно в более раннем возрасте. Это изначально. Если эти дети занимались, скажем, в среднем звене, то сейчас их заставлять не нужно заниматься спортом. Но если, скажем так, есть желающие заняться и в этом возрасте, то, конечно, как вы сказали, на личном примере нужно показать. Нужно пригласить, может быть, каких-то ведущих спортсменов, ведущих тренеров, которые есть у нас тут в Бресте. И мы это делаем. Вот открывали, когда клуб «Юный олимпиад», мы приглашали Юлию Нестеренко и многих известных тренеров. И как только они видят, чего добиваются эти люди, у некоторых и даже у многих возникает желание заняться каким-то видом спорта. Сергей Незовец о своих заслугах говорить не любит. Признается, пусть это отразится на результатах. А вот воспитывать чемпионов он умеет. Позапрошлым году у нас девочка пятого класса, Горох Дарья, заняла первое место в республиканских соревнованиях «300 талантов для королевы». В прошлом году тоже наша ученица, также четвертого класса, Радеевич Полина, также заняла первое место в этих соревнованиях. Очень приятно, что они побывали на этих соревнованиях, и не просто побывали, но и стали чемпионками. На этом чемпионские амбиции Сергея Незовца не заканчиваются. В этом году в областной специализированной детско-юношеской школе Олимпийского резерва его воспитанниками стали две группы 10-летних легкоатлетов, и тренеру есть чему их научить. Ирина Ольшова, Эдуард Бакунович, специально для итогового выпуска. Первый день октября ознаменован еще одной прекрасной датой – Днем пожилых людей. Праздник отмечается в Беларуси с 1990 года. В этот день и в преддверии значимого события торжественные мероприятия ударной волной накрывают всю страну. Брест – не исключение. В городе над Бугом празднества стартовали с начала недели и проходили едва ли не каждый день. Наши корреспонденты не остались в стороне от марафона событий и разделили радость вместе с виновниками торжества. В Центре молодежного творчества праздник объединил всех брещан великолепного золотого возраста. Ветеранам Великой Отечественной, ветеранов труда, бабушек и дедушек вместе с детьми и внуками. Жизнелюбивые, красивые и активные. Несмотря на почтенные годы, они заряжают молодежь оптимизмом и энергией. И пусть им за 60, но ведь как в знаменитой песне «Мои года – мое богатство». Я годы не считаю, у них есть свой секрет. Я годы уважаю, куплю я им билет. Куплю, поедем вместе, мы в утренний рассвет. Я хочу молодому поколению желать, чтобы они жили в дружбе, в мире, в согласии, помогали друг другу, выручали. И всегда были жизнерадости. Только в московском районе города проживают 52 тысячи пожилых людей. А сколько брещаны вместе отмечали праздник, и не скажешь. Зал ЦМТ переполнен. Переполнен теми людьми, за плечами которых богатый жизненный опыт. Им есть чему научить нас, чем поделиться и что рассказать. Золотой возраст подошел незаметно, но их жизнь по-прежнему яркая и ритмичная. Это золотой фонд нашего района и города. Люди с богатейшим жизненным опытом, благодаря которым у нас сделано очень много. И то, чем мы сегодня гордимся, и что у нас в городе есть, в большинстве своем сделано этими людьми. В преддверии праздника я хотел бы поздравить всех людей с возраста золотая, у которых золотая осень. Поэтому здоровья, прежде всего, крепкого, всего самого наилучшего, близким, родным, чтобы пользовались уважением и добротой. Поэтому самое главное, прежде всего, здоровья крепкого им и их семьям. Природа дарит нам свою красоту, творческое братья шедевры искусства, дети, радости, счастья, виновники праздника, жизненный опыт. Ведь они гарант мудрости и эталон жизнелюбия. В этом можно было убедиться воочию, побывав на осеннем балу. Встреча, которая символизирует зарождение новой для московского района традиции. В преддверии праздника в отделении дневного пребывания людей преклонного возраста дресс-код особый. У дам была возможность достать из гардероба лучшие вечерние платья. Мужчины отдали предпочтение элегантным смокингам и костюмам. У них разные взгляды на жизнь, своя судьба и дорога. Но все они объединены одним убеждением. После выхода на пенсию жизнь только начинается. Хотим показать, что еще те, кто не с нами, присоединяйтесь. У нас 24 кружка. Основные кружки, которые, хочу сказать, это образовательные, это трудовые кружки, спортивные кружки, и театральные, такой культурные, образовательные, культурные, спортивные. Вот так вот. Если сказать про образовательные, то это вот такие кружки, как компьютерный кружок, как кружок иностранного языка, спортивный кружок, это вот такой, самый деятельный, это плавание. Но здесь же у нас еще есть и спортивная гимнастика, спортивные танцы. Мы шьем, вяжем, рисуем, занимаемся декупажем, мы лепим, мы занимаемся флористикой. Ну, я в восторге. Если человек молод душой, если ему хочется быть веселым, да, он должен быть, не смотреть на свой возраст. Не чувствовали свой возраст ветераны на торжественном мероприятии в Ленинском районе. Очень теплой и душевной получилась встреча в культурном сердце Бреста, кинотеатре «Беларусь». Искренние слова и пожелания звучали от представителей власти, руководителей общественных организаций и творческих коллективов. Беларусь без ветеранских организаций свое действие не мыслит. И сегодня такой солнечный день, и вот смотришь на людей, какие они красивые сюда пришли в этот зал. Просто радуешься за них, что в нашей стране вот эти люди могут праздновать, общаться, получать какое-то удовольствие. И это замечательно. И хочется им пожелать всем только здоровья, только активного долголетия, чтобы их никогда не забывали ни родные, ни близкие и наше государство. В Ленинском районе 106 тысяч жителей и почти четверть из них получают пенсию. 14 тысяч входят в состав районной ветеранской организации. Среди ветеранов много тех, кто продолжает занимать активную жизненную позицию. Довольно большая часть этих людей, они еще постребованы, они нужны. И администрация Ленинского района, наверное, старается это использовать, потому что потенциал их, и у них есть жизненный опыт огромный. И они готовы передавать это и молодому поколению, они готовы где-то своими советами, они готовы участвовать во многих таких социальных проектах, в общественно-политических мероприятиях всего города, в той же выборной кампании. Поэтому, конечно, грех было бы все это не использовать, и мы очень тесно сотрудничаем с нашей ветеранской организацией. В канун празднования Дня пожилого человека почетными грамотами и благодарностями отмечена общественная работа ветеранов и руководителей первичных организаций. Этим мероприятием старт недели пожилых людей в городе дается, потому что будут экскурсии и в музеи, и по местам боевой славы, трудовой славы на многих предприятиях, будут встречи с руководством предприятий. В общем, такая большая экскурсия в музеи нашего города. То есть большая-большая программа. Оставаться молодым в душе, не глядя на возраст, быть гражданином и вести активный образ жизни. Брестским ветеранам это удается в полной мере. И юному поколению есть с кого брать пример. Виктория Осаченко, Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Григорий Пекарский и Дмитрий Лазарчук. Специально для итогового выпуска. Город над Богом всегда разный. Он вдохновляет и удивляет, радует и впечатляет. В Брест всегда с радостью приезжают туристы не только из разных уголков Синеокой, но и из-за рубежа. Областной центр открывают для себя с другой стороны и коренные жители. Летопись города над Богом создавали и продолжают создавать люди разных профессий, возрастов, социальных групп. Благодаря общему труду пограничный город продолжает сохранять статус зеленого, чистого, благоустроенного, аутентичного и в то же время обновленного. Его называют городом света, цвета и цветов. К слову, о Бресте цветочном и пойдет речь в следующем материале выпуска. На днях были подведены итоги конкурса цветы родному городу. Виктория Сайченко продолжит. С приходом осени Брест заиграл всеми оттенками желтого, оранжевого и красного. Однако, несмотря на то, что самая контрастная пора года законно вступила в свои права, добавляя свежести и колоритов по литру красок Бреста и цветочное оформление. Этим летом Брест в прямом смысле слова расцвел. Цветочные инсталляции, удивляющие своими формами, размерами и идеями, украшали проспекты и центральные улицы, шумные городские скверы и аллеи. Цветочная карта оказалась настолько объемной, что казалось, будто в Брест превращается в цветущий город-сад. Да, нравилось. Очень красиво, очень круто. Хотя редко в Бресте нахожусь, но сейчас очень нравится. Очень нравится. Зеленхоз работает на отлично у нас. Очень хорошо. Молодцы девочки, стараются. Поярче. Видно было, что люди работают. И там, я не знаю, зеленые организации, которые этим занимаются. Я думаю, что они хорошо были украшены. Подвесные кашпоживы и букеты – растения, запечатлившиеся в самых неожиданных местах. Городские кафе тоже утопали в соцветии. Именно так представители общепита боролись с повседневностью. Флористическое оформление летних террас-кафе – это социальная инициатива администрации Ленинского района. Конкурс «Цветы родному городу» был объявлен 1 мая. С этого момента свою лепту в цветочное оформление Бреста начали вносить представители общепита. Накануне были подведены итоги состязания. Мы очень много говорим о том, что город должен быть лучше, город должен быть краше, но он может быть краше и лучше только благодаря нам. Вот если мы сами будем работать, если мы сами будем стараться делать его лучше, это, наверное, и тот путь, по которому нужно идти. И одна из задач, которую ставили мы перед собой, это переломать психологию наших людей, тех же владельцев кафе, которые должны понимать, что где ты работаешь, у тебя тоже должно быть красиво, не хуже, чем в Европе, а еще, может быть, и лучше. Мы к этому стремимся. Поэтому я уверен, что этот конкурс будет продолжаться, у него есть будущее, мы его будем расширять, возможно, будут какие-то другие номинации, но суть его останется одна – красота города должна зависеть от самих Брещан. Мы тоже немножко хотели заявить о себе в цветочном тоже, в каком-то ракурсе. Ну и, конечно, было очень приятно, когда все люди мимо проходят и видят это, они радуются, обращают внимание, ну и, конечно, есть некоторая реклама, чтобы зайти в это кафе, посидеть в приятном, уютной атмосфере. Самая зрелищная флористическая композиция по итогам конкурса развернулась на Брестском Арбате в кафе «Авеню». Здесь интерьер обладает каким-то особым цветочным шармом, уютом и теплом. Привлекает внимание легендарный велосипед «Паук». Мимо этого двухколесного раритета пройти сложно. Сочетание творческого подхода и хорошей кухни в «Авеню» Брещан способны приятно удивить, причем как в эстетическом, так и гастрономическом плане. Хотим нести свой вклад в озеленение города, сделать его цветущим садом, в котором будет приятно жить нам и нашим детям. Мы и дальше будем поддерживать и участвовать в мероприятиях подобного рода, потому что приятно осознать, что и ты вложил частичку себя в благоустройство города. Желаю нашему городу дальнейшего процветания в преображении. Спасибо организаторам этого конкурса за то, что дали нам возможность принять участие. Отдельное спасибо за подарок нашему другу Кузьмитскому Виталию. Не только вкусно, но и комфортно. Это про кафе «Молодежное», что на улице Комсомольская, 6. Креатива в общую цветочную картину добавила оригинальный желтый автомобиль, буквально утопающий в разноцветной и пестрой мозаике цветов. Уникальный экспонат, как магнит, притягивает к себе и жителей, и гостей города. А дорожка из ярких велосипедов указывает путь в уютное заведение. Неудивительно, что это кафе в числе призеров. В 7.30 утра у нас можно вкусно позавтракать. С 12 до 16 мы готовим домашние обеды. Кафе наше очень расположено удобно в центре Бреста, недалеко от железнодорожного вокзала. Идея сделать клумбу из старого автомобиля принадлежит нашему директору. Яркий автомобиль с цветами стал прекрасным украшением города Бреста к преддверию праздника для нашего города, дня города. Дизайн клумбы со временем планируем обновлять по сезону. Нам есть что показать нашим гостям и нашим брещанам. Это далеко не последнее изменение, которое мы планируем. Приоткрою вам тайну, в октябре месяце мы планируем завершение ребрейдинга и вместо кафе молодежного появится современное кафе-чемодан. Будем рады видеть всех гостей у себя в обновленном кафе. Третье место по итогам конкурса было присвоено ресторану «Клюква». Яркое и пестрое панно – изюминка этого заведения. Несмотря на то, что ресторан нов для города, он уже сумел зарекомендовать себя на самом высоком уровне. Сюда приходят не только для того, чтобы насладиться кулинарными изысками, но и отдохнуть. Сделать это в окружении цветов всегда приятнее. Мы очень рады, что оказались в числе лидеров. Решили поучаствовать мы в конкурсе, потому что нам очень важно, как будет выглядеть наш город. Конечно же, по возможности мы и дальше будем принимать участие в подобного рода конкурсах. Ведь не только службы ЖКХ должны заниматься облагораживанием нашего города, включиться в творческий процесс и сделать наш город цветочнее – это личное дело каждого. Виктория Саченко, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. К другим темам. В городе над Богом свято чтут патриотические традиции и яркий пример тому пост памяти в Брестской крепости. За 45 лет его существования больше 90 тысяч жителей Бреста удостоились чести нести почетную вахту. В Брестском горосполкоме прошло торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов несения городской вахты памяти мемориальными отрядами и учреждениями образования в 2016-2017 учебном году и награждения победителей. С юными наследниками традиций пообщалась наш корреспондент Ирина Альшова. Выставкой лучших исследовательских и поисковых работ, а также стенных газет мемориальных отрядов открылось подведение итогов несения городской вахты памяти в 2016-2017 учебном году. Для юноармейцев это хорошая возможность показать не только свои строевые навыки, но еще и творческие способности. В этом году ребята, как и всегда, традиционно, серьезно к этому относятся, потому что в нашем городе это уже семейные традиции, потому что с далекого 1972 года мы несем вахту памяти. За это время более 92 тысяч брещан несли вахту памяти. Многие из них уже неоднократно, и первые постовцы – это бабушки и дедушки. Сегодня в городе над Богом гордое звание юноармеец носят 485 учащихся в 45 учреждениях образования. И для нынешних наследников славных патриотических традиций это не пустой звук. В почетном карауле на посту памяти лучшие из лучших. Когда я заступила первый раз, это было незабываемое ощущение. Конечно, было очень сложно, потому что стоять 20 минут неподвижно – это сложно, конечно, в первый раз. Но чувствуешь в этот момент ответственность, и вот именно тебе досталась вот эта вот честь нести вахту памяти, отдать дань героям, которые отдали свою жизнь для того, чтобы мы сейчас мирно жили. Постом памяти я вообще интересовалась с самого детства, потому что мои родители, дядя, тетя заступали на пост номер один, у мамы остались фотографии. И я интересовалась очень давно и попала на почетный караул два года назад. График караулов жесткий. Всего лишь раз в год школе предоставляется право заступить на почетное дежурство у поста памяти. Поэтому среди учреждений образования присутствует сревновательный момент. Второго шанса набрать заветные баллы у мемориального отряда не будет. При подведении итогов учитывалось не только качество несения дежурств, но и участие отрядов в мероприятиях, слетах и конкурсах. Я была запасным экскурсоводом, то есть я проводила экскурсии. И сейчас даже мне очень гордо, что я знаю очень много про Брестскую крепость, что своим сверстникам могу рассказать, как происходит пост, что там мы делаем, вообще про Брестскую крепость. Я считаю, что это очень гордо, очень достойно. Все нужно гордиться этим. Для меня вахта памяти – это почтить память героев, погибших в боях за свободу и независимость нашей Родины. Для меня это очень почетно, и я думаю, что в будущем мои дети тоже будут нести вахту памяти. Например, номер один у вечного огня Брестской крепости героя. Как отметил в приветственном слове заместитель председателя Брестского горосполкома Сергей Жуков, соревновательный момент придает стимул и позволяет совершенствовать свою работу. Лучшими мемориальными отрядами по итогам прошлого учебного года стали юноармейцы средней школы номер 10 и гимназии номер 3. Переходящий знак победителя и диплом первой степени завоевали юноармейцы Брестского колледжа бизнеса и права. И это все на сегодня. Сразу после прогноза погоды вы окунетесь на нашем канале в мир киноприключений и документальных сериалов, так что не переключайтесь. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании буктв.бай, а также на нашем канале в YouTube. Напоминаем, Буктв вы можете смотреть в базовом пакете интерактивного телевидения зала, включив 111 канал. Я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 1 и 2 октября погоду Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе северных широт. Ожидается облачное с прояснениями. 1 октября в Бресте без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах 4-6 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до плюс 13. 2 октября сохранится прохладная, однако сухая погода. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха в ночные часы составит 3-5 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 12. Распродажа в магазине Элма. Цены от 5 рублей. Ждем вас! Брест, торговый центр, галерея Гранд, первый этаж.